приехала наша козуна косилочка разгрузили это в магазине проверяли не проверяли заполняли гарантии то лонг будем доставать и собирать масло кстати тоже взяли сразу вот такое потому что она идет без масла почти собрал вроде легко собирается единственное пришлось зайти ролик найти посмотреть куда вот эти вот ручки делаются я думал они изнутри вернее то что думал они подходят изнутри ну по ширине окажется надо вот сюда снаружи в принципе понятно было потому же здесь вот такой упор но залез посмотрел на всякий случай и вот эта штука перекручивается болтами и гайками на 8 ну ключ то я на 8 нашел в машине головки у меня с собой нет здесь нужна головка вот это неудобно сейчас прикрутить чтобы запустить ну получается нужен досталось затянуть 4 вот этих болтик и тросики я сюда заправил это я так понимаю так был а там хомуты есть точно она на хомутами притягивается масло залью бензин залью и попробую запустить залью бензин залью цеплен нет наверно пойду я воронку какую-то найду оказалось заливается нормально объем 05 стечет и щупом попробую уровень пометки пол-литра уровень так посмотреть на макс вроде максимально аллее об до собирал аппарат осталось залить бензин и пробовать запускать объем бака в этой модели имеется аккумулятор для запуска с кнопки поставим так все что ли не что-то не то как его вставлять то неправильно я когда составлял тут направляющие я ими не попадал вот и защелка вот так все отрежу еще хвостики последний штрих красоты ну и как полагается перед первым запуск запуском нужно обмыть кстати эту штуку дотянуть отдай заправить вот сюда вот так как я за рулем немножко обмыть придется оле корабль корабль к запуску готов нужно окропить идите и разбивайте бутылку шампанского об борт первый запуск прошел отлично подкатил на поле будем пробовать так дорожка ну вроде нормально немножко приноровился вот 4 редко прошел скошенные и не скошенные высоте не знаю камеры видно не видно когда полностью газ от себя она по резве бежит попробую так 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 Продолжение следует... Полчаса, наверное, даже меньше, и всё скошено. Всё чисто и ровно. Это я косил на пятёрке. Те, на низко не стал делать, потому что тут местность неровная. Скосил вот эту всю площадь и вот здесь. Вытащим травосборник, посмотрим, сколько там травы насобиралось в такой площади. Открываем. Ой. Тут половина короба, наверное. Травки. Вот так, в коробе. Там пустота до верха. Нету. И здесь... Здесь маленько набилось. Такая кучка травы получилась. Думал, помыть шлангом. Подсоединить через вот этот штуцер. Поднял. Сейчас покажу. Тут нормально, не грязно. Покосил сегодня второй раз. И такая вот... Ну, я уже очистил палкой. Вот мульча такая налепилась везде. Вот она, я её поубирал. Сейчас попробую через штуцер шланг подключить. И промыть внутри всё. Травосборник я вот так лейкой помыл. Ну, и внутри тоже прополоскал всё. Вымыл. Нормально, чисто. В инструкции написано подключить штуцер и завести саму косилку, чтобы... Выключу. Чтобы нож там вращался и всё поубирал. Попробуем. Ага. Что там, как эта система-то просто вода льётся? Ой, посмотреть. А, понятно. Ладно, заведёмся. Так вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас посмотрим результат... Результат... Посмотрим... Ну не сказать, что прям... Сильно вымывает... Можно лейкой домыть... Почище конечно... Но лохмутки... Немножко остаются... Можно конечно... Эй блин мокрый... Все это... Мойкой почистить... Неохота заводить ее... Поэтому так... Собьем... Нормально... Остаться... Отвалились... Главное... Куда не брызнуть... Продолжение следует... надо купить вот такую же щетку только не под шланг а вот с такой под быстросъем и будет вообще красота красотища